Здравствуйте, я Самарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумна. Этот курс языки интернет-программирования. Сегодня мы рассмотрим девятую лекцию, посвященную асинхронному обмену данными в веб-приложениях. На сегодня мы рассмотрим синхронную асинхронную передачу данных, мы рассмотрим форматы, которые применяются для обмена данными в веб-приложениях, а также посмотрим, как средства асинхронного взаимодействия встраиваются в Ruby on Rails приложение. Естественно, первое, что хотелось бы напомнить, это тот принцип взаимодействия в веб-приложении, который используется в современном интернете. Терминологически мы имеем веб-агент, который расположен слева, сервер. Веб-агент отправляет запрос, сервер обрабатывает этот запрос, высылает в ответ сообщение, в котором содержится отклик или результат выполнения этого запроса, и после этого сервер забывает о существовании клиента. Это справедливо, в общем-то, для всех основных протоколов, которые используются в интернет-протоколах, HTTP, FTP, SOAP, NMTP и прочие. Как следствие, если мы рассматриваем традиционные синхронные веб-приложения, то есть приложения, которые создаются по тем принципам, которые заложены в архитектуре веб с начала 90-х годов, это синхронный обмен данных. У нас есть браузер, у нас есть сервер, у нас есть окно, которое создается в рамках браузера, то есть тот объект, который обеспечивает, собственно, отображение той страницы, которая должна быть получена с сервера. Если пользователь выбирает открыть страницу, в этот момент создается объект-окно. После того, как создан этот объект, браузер обращается к серверу с запросом типа GET, сервер обрабатывает запрос, возвращает отклик, и браузер имеет возможность отобразить содержимое этой страницы. Если же пользователь нажимает какую-либо ссылку, которая отображается на этой странице, ссылка, например, перейти на другую, то есть элемент анкор, либо какая-либо кнопка, либо что угодно, еще другое. Что происходит в этот момент? Браузер подает команду окну браузера удалить. То есть после этого объект окна должен быть полностью удален. Только после этого создается новое окно браузера, формируется новый GET-запрос, сервер формирует ответ, этот ответ обрабатывается браузером и отображается вновь. При этом что мы видим? Мы видим два окна браузера, то есть два разных объекта браузера, каждый из них существует совершенно отдельно и не представляет о существовании предыдущего и последующего. У нас есть точка разрыва, то есть в этот момент неизвестно, что должен отображать браузер. Как правило, он ничего и не отображает. Даже если браузер попробует оптимизировать вот этот момент между командой удаления и появлением данными, у нас в любом случае есть момент неопределенности. То есть браузер не знает, что конкретно отображать. Если же вы вспомните, как выглядят современные веб-приложения, то скорее всего вы вспомните, что приложение сейчас так не работает. То есть открывая любую почту, Яндекс.Почту, Мэйл.Почту, Мэйл.Ру, Гугл.Почту, вы работаете в этом приложении так, как будто вы открываете отдельные окошки, как будто у вас открыт единый сеанс и не закрывается до тех пор, пока вы не выключите компьютер или не закроете браузер. Но вы не видите никаких перемигиваний, вы не видите закрытия этих окон и схлопываний, когда браузер не знает, что отобразить. И все это говорит о том, что режим, который здесь приведен, он вообще-то сейчас очень-очень редко используется. Говоря о современных веб-приложениях, чаще всего используется асинхронный режим. Асинхронный характеризуется тем, что окно браузера создается только один раз. Значит, объект окно браузера создается в первый раз, когда пользователь дает команду «открыть», и закрывается он только тогда, когда пользователь дает команду «закрыть». «закрыть браузер» или полностью закрыть вкладку. Все это время, пока пользователь работает, этот объект окно браузера существует в оперативной памяти. Это значит, что в рамках этого объекта могут работать все JavaScript. И любое взаимодействие, которое происходит с сервером, оно происходит в фоновом режиме, невидимом для конкретного пользователя. То есть один раз мы создали это окно, один раз, естественно, будет задержка, потому что браузер должен хоть что-то отобразить, и он должен получить полные данные, то есть все то, что необходимо для создания этого объекта с сервера. Но далее, если пользователь формирует какую-либо команду, то есть нажать на кнопку, перейти на другую страницу, сделать что-то, объект продолжает существовать, и просто в фоновом режиме для пользователя выполняется соответствующая команда, которая в данном случае называется HTTP request, с нужным адресом. При этом происходит асинхронный, то есть невидимый для пользователя запрос к серверу. Когда-то, в какой-то момент времени, неопределенные для пользователя данные будут получены, ну или не будут получены, в зависимости от того, какова логика и можем ли мы их получить. И после того, как эти данные будут получены, браузер может отобразить информацию. Но при этом нет точки разрыва. То есть весь этот процесс ожидания, он контролируется программистом. То есть объект существует, все JavaScript работают, и в этот момент, пока данные не пришли, мы можем отобразить ананимацию, мы можем сделать какую-либо форму ввода чего угодно. Пользователь не видит момент передачи данных и момент их получения. То есть асинхронный режим и асинхронный обмен данными позволяют сделать приложение, которое, по сути, выглядит бесшовным. И именно к такому принципу строятся все современные веб-приложения. Как строится асинхронный режим работы? Есть технологии, которые называются Ajax. Асинхронность JavaScript and XMED. То есть при этом мы видим, что последняя буква X — это XMED. Технология появилась в конце 90-х годов. Естественно, в рамках этой технологии включается в себя HTML. То есть для того, чтобы говорить о асинхронном взаимодействии, мы должны учесть следующие пункты. Нам нужен механизм, нам нужен язык разметки HTML и CSS. Они нам нужны для того, чтобы каким-то образом представлять данные. Естественно, для того, чтобы манипулировать объектами, которые у нас отображаются на экране, нам нужно иметь какую-то модель манипулирования. Этой моделью является модель DOM, которая предписана консорциумом W3C. Для того, чтобы передавать данные, если мы говорим о классической технологии Ajax, естественно, мы говорим об XML. Значит, нам нужен XML как тот формат, который позволяет описывать обменные данные и XSLT для манипулирования данными. О том, что такое XSLT, мы будем говорить на следующей лекции. Кроме того, естественно, нам нужен некий объект, который позволяет нам формировать асинхронные запросы и получать ответы. Это объект XMLHttpRequest. Причем слово XML или аббревиатура XML в данном случае у нас также сохранилось в этом названии. И, естественно, помимо всего прочего, нам нужен язык, который позволит связать все вышеперечисленное в единую технологию, в единую бесшовную программу. Таким языком по умолчанию является язык JavaScript. Обменным языком является язык XML. Что такое XML? Extensible Macup Language. Этот язык порожден от языка SGML. То есть язык SGML — это один из самых старых языков разметки, из которого, в общем-то, и вышел язык HTML. И в дальнейшем, в конце 90-х годов, точнее, в 98-м году появилась первая спецификация XML. В 2004 году появилась версия 1.1. Но надо сказать, что XML после этого перестал развиваться столь интенсивно, как он развивался в конце 90-х годов, в начале 2000-х. И, по сути, до сих пор мы пользуемся версией 1.1. XML развивается консорциумом V3C. Естественно, все спецификации хранятся в материалах этого консорциума. По терминологии существует два термина. XML может быть well-formed, либо valid XML. Что такое well-formed? Это правильно сформированный XML-документ. То есть это говорит о том, что этот документ правильный, он содержит только допустимые символы Unicode, в нем нет специальных символов, меньше амперсанд, кроме тех элементов, которые предусмотрены в разметке, то, естественно, поскольку этот язык является потомком SGML, у нас есть элементы и теги, которые размечаются в знаках меньше-больше. То есть они зарезервированы под разметку тегов. Все пары тегов, все теги должны быть парными, либо самозакрывающимися. Полное соответствие регистра в именах тегов открывающих-закрывающих. Допустимы только указанные здесь символы. Элементы не могут начинаться с минуса, точки, запятой или цифры. Может быть только один корневой элемент. И если документ удовлетворяет всем этим требованиям, он называется well-formed. Но проблема заключается в следующем, что документ, который сформирован в соответствии с данными правилами, он, да, является правильно сформированным, но мы ничего не можем сказать о том, соответствует ли чему-либо этот документ. То есть это правильная разметка, но ничего более. А valid.xml является допустимым документом. То есть well-formed, правильно сформированный, плюс у этого xml-документа есть схема. Пример well-formed документа мы можем видеть здесь. То есть xml-документ, естественно, начинается с разметки xml, указывается версия и кодировка. Well-formed документ должен иметь только один корневой элемент. И здесь мы видим, что корневым элементом у нас является people-list. People-list содержит элементы person. Person является вложенным people-list. И внутри person у нас есть элементы разметки name, bird, date и gender. Но, опять же, глядя на этот документ, мы видим, что, да, здесь описывается какой-то people-list, внутри которого есть person. Мы не знаем, сколько элементов может быть вложено внутри элемента person. Мы не знаем, сколько элементов person может быть вложено внутри people-list. Мы не знаем о том, в каком формате эти данные могут здесь находиться. То есть мы, строго говоря, не знаем ничего. Для того, чтобы сделать его вылет xml, что нам нужно сделать? Нам нужно добавить doc-type, то есть спецификацию, которая нам установит в соответствии с какой схемой определен этот документ. После того, как мы добавили конкретную спецификацию схемы, например, в формате DTD, мы можем сказать, что на самом-то деле элемент people-list у нас содержит один или более элементов, в данном случае ноль или более элементов person. То есть звездочка говорит ноль или более. Элемент person может включать в себя name, причем name он должен включать, а birth date, gender, social security number – это атрибуты, которые являются опциональными. Не атрибуты в данном случае, а элементы. Дополнительно эти элементы могут содержать любые данные. PC data, то есть произвольные данные. Ну, в общем-то, все хорошо, за исключением того, что если мы посмотрим на спецификацию DTD, мы видим, что сама-то она не удовлетворяет требованиям XML. То есть элементы в данном случае без самозакрывающихся тегов или парных тегов, и вообще-то это имя является недопустимым с точки зрения XML. То есть схема для документа XML сама по себе не является, в случае DTD, то есть Document Type Definition, она не является допустимым XML-документом. Альтернативной DTD является XML схема. XML схема как альтернативный формат был предложен компанией Microsoft, и здесь мы видим другой документ XML, то есть документ XML, в котором элементы писаны на русском языке. Строго говоря, элементы в XML мы можем действительно писать на любом языке, который у нас допускает Winnicode. Что мы здесь видим? Мы видим страна, у которой есть название, элемент страна корневой с названием и населением. Пока мы можем сказать, единственное, что этот документ у нас правильно сформированный. Здесь есть ссылка на некую схему, но без просмотра этой схемы, естественно, мы не можем сказать, правильно или неправильно. Ну, посмотрим внимательно. То есть название строка, население, десятичное значение. Схема в случае XML выглядит следующим образом. Главное отличие от Document Type Definition, которое мы смотрели ранее, то, что сама схема выполнена на языке XML. То есть все те элементы ограничительные, которые здесь есть, они на самом деле представляют собой XML-документы. И разница, которую мы здесь можем видеть, элементы могут иметь имя. В отличие от DTD, они могут быть уже также на любом языке, который поддерживается Unicode. Мы можем указать, какой тип. Тип может быть составной. Мы можем указать, в данном случае, например, sequence, то есть последовательность элементов. То есть элементы внутри страна могут быть название, население, причем название должен быть строго строкой, а население — строго десятичное число. То есть XML-скима позволяет более строго и более аккуратно расписывать структуру XML-документа, указывая не только название элементов, их порядок вложения, но и конкретные типы данных. Никаких PC-Date в данном случае у нас нет. Здесь конкретная проверка. Что в итоге можно делать? В итоге такая схема позволяет выполнить автоматическую проверку. То есть программисту не надо заботиться о том, чтобы проверять эти данные на допустимость. Если описана схема, достаточно сказать, что документ должен удовлетворять этой схеме, и специальная программа Parser будет проверять на допустимость эти данные. То есть когда в программу приходит соответствующий XML-документ, программисту не надо утруждать себя проверками на то, правильные ли данные пришли. Если эти данные соответствуют схеме, значит Parser XML пропустит эти данные. Плавно мы перешли к моделям разбора. Говоря о том, как разбирать, мы должны, естественно, рассмотреть модели разбора XML-документов. Есть два принципа разбора. Это Document Object Model. Это модель разбора, предписанная на W3C. Основная идея заключается в том, что документ загружается целиком. То есть если у нас есть некий XML-документ, мы должны загрузить его в оперативную память. После этого мы имеем возможность позиционироваться по всей иерархии документа. То есть имеем корневой узел. Мы можем спуститься к любому из его потомков. Мы можем позиционироваться по дереву разбора к следующим, к предыдущим потомкам. И у нас поддерживаются языки из запросов типа XPath, XQuery. Вторая модель разбора называется SACS. Simple API for XML. Принципиально она отличается тем, что она не требует загрузки документа целиком. Это может быть востребовано в тех случаях, когда данные являются бесконечными. Например, источником XML является некий датчик. Датчик, который собирает информацию о погоде, о температуре, о каком-то технологическом процессе. До тех пор, пока процесс не завершится. Например, погода на данной планете существует. Очевидно, что этот датчик не прекратит отправлять нам эти сведения. Ну или пока он не выйдет из строя. Значит, у нас есть начало этого потока данных, но нет его конца. Очевидно, что в таком случае NDO модель мы использовать не можем. То есть мы не можем загрузить документ, который не завершился. Но в этом случае мы можем использовать simple API for XML и обрабатывать эти данные по мере появления. Принципиально, какой в этом плюс? Нам не надо ждать появления всех данных. Значит, затраты на память гораздо ниже. Мы подгружаем маленький кусочек, мы принимаем решение о том, как обработать эти данные. Мы строим только те структуры данных, которые нам необходимы. И мы не расходуем оперативную память на хранение предыдущих элементов, если они нам не нужны. Естественно, мы лишаемся возможности делать какие-то запросы. У нас нет возможности позиционироваться по отношениям предок, потомок и к предыдущим элементам, которых мы загружали, просто потому что у нас их нет. Но эта модель легковесная, мы сами определяем, как обрабатывать, и она бывает востребована в тех случаях, когда объемы достаточно большие. Для того, чтобы напомнить о том, что объемы у нас могут быть большие, допустим, предположим XML-документ, содержащий результаты переписи населения. Если мы рассматриваем даже нашу страну, то мы получим документ, который будет содержать примерно 150 миллионов пользователей, или в данном случае не пользователей, а жителей страны, и на каждого из них надо выделить какой-то объем. Например, мы должны выделить, допустим, по 10 килобайт записи на каждого пользователя. Перемножаем 10 килобайт на 150 миллионов и получаем, что мы уже должны где-то объем порядка гигабайт. Этот объем порядка гигабайт мы должны загружать в оперативную память. Значит, объем еще больше увеличивается. Если мы хотим сделать веб-приложение, которое позволяет в многопользовательском режиме работать с этими объемами, значит, что нам нужно на каждого пользователя выделить по нескольких гигабайт. И это уже дорого даже с учетом современной стоимости оперативной памяти. Следующий этап, безусловно, это обработка. То есть после того, как мы рассмотрели, что такое XML и как выглядит обменный формат, мы переходим к моменту обработки данных на стороне браузера. Для того, чтобы браузер мог обрабатывать данные, естественно, нам нужен язык типа JavaScript. В случае обработки данных на JavaScript мы можем представить это примерно так, как это показано на данном слайде. Что такое XML? По сути, XML — это текст. Значит, для того, чтобы сделать такой простенький пример, мы можем просто-напросто сгенерировать XML-документ как строку. В данном случае мы формируем строку, которая содержит документ, у которого есть корневой элемент node, то есть заметка, кому-то, теги открывающие и закрывающие у нас парные, то есть to и from, hidden, body. И только один корневой элемент. То есть мы можем сказать, что этот документ у нас well-formed, то есть правильно сформированный. Как разбирать? Здесь мы видим две части. То есть первая часть проверяет, есть ли у нас объект, который называется DOM-парсер. Если он есть, значит, мы можем воспользоваться традиционным DOM-парсером, который доступен любому современному браузеру. Но вторая ветвь — это проверка на старые версии Internet Explorer. Дело в том, что компания Microsoft очень долгие годы пыталась двигать собственные технологии и пыталась делать несовместимые вещи, то есть продвигала свои собственные рекомендации к HTML, свои собственные рекомендации к JavaScript. Из-за того, что была такая несовместимость, приходилось писать две ветви обработки, то есть проверка полноценной браузеры и проверка на версии Internet Explorer. Сейчас, ну, с большой долей вероятности, мы можем надеяться на то, что первый вариант у нас будет работоспособным. Ну, опять же, забегая чуть вперед, скажу, что редко сейчас пишут вот такой код по причине того, что, как правило, это скрыто в тех библиотеках, которые мы используем. Редко кто сейчас пишет асинхронное взаимодействие полностью на чистом XML, на чистом JavaScript. Тем не менее, если мы используем чистый JavaScript, нам нужно создать объект DOM-парсер. После этого мы можем разобрать при помощи parseFromString тот документ, который к нам пришел. Как только мы его разобрали, мы можем оперировать все теми же методами, которые нам доступны по модели DOM, предписанные в W3C, то есть getElementByTagName, getByClassName, ну и прочие элементы. То есть мы пользуемся этими элементами, мы ищем по названию тегов, мы можем позиционироваться по тому списку, который возвращен, мы можем позиционироваться внутри них, и мы можем записывать в данном случае документ getElementByIdTo, это какой-то новый документ, innerHTML, то есть то, что мы видим на экране. Альтернативой использования чистого JavaScript является jQuery. Ну, jQuery, несмотря на то, что сейчас все больше и больше фреймвоков, которые рекомендуют не использовать jQuery напрямую, а использовать те средства, которые у них встроены, jQuery все же самая популярная, пожалуй, библиотека для JavaScript. Здесь процесс разбора сильно упрощается, то есть вот он, XML-документ, в данном случае мы видим, что у нас есть некий RSS-поток простенький, не столь важен в данном случае, главное, что этот документ правильно сформированный, то есть один корневой элемент. Для того, чтобы его разобрать, нам нужно воспользоваться методом из jQuery, который называется parseXML. Мы его разбираем, и после этого мы получаем возможность искать все элементы, позиционироваться также по названиям элементов, по атрибутам, по предкам-потомкам и пользоваться языками запросов. А дальше мы можем использовать эти разобранные элементы для того, чтобы добавить, ну, к примеру, в элемент с идентификатором сам элемент на текущей странице. Ну и так далее. Альтернативным форматом обмена сейчас для XML является формат JSON. То есть формат XML, конечно, хорош. Он хорош тем, что вообще-то форма его человека читаемая, он ориентирован на то, что структура документа может быть воспринята человеком. У него есть развитые средства для проверки схемы. То есть мы можем всегда быть уверены, если мы используем XML-скему, что те данные, которые к нам пришли в веб-приложение, они являются правильными. И нам не надо проверять, являются ли они допустимы или нет. Если они являются допустимы в соответствии со схемой, в этом случае они являются допустимыми. Никакие другие проверки мы не делаем. То есть в целом формат XML является интересным, но недостаток его, достаточно очевидный недостаток, это избыточность. То есть в формате XML мы пишем открывающие, закрывающие теги, мы пишем спецразметку, и он по сути является громоздким. Он неудобный для человека из-за громоздкости, несмотря на то, что он вроде как прозрачный, но писать руками его неудобно. А строго говоря, для машины он и не нужен. То есть машиночитаемость формата определяется жесткостью структуры, но не тем, как он выглядит с точки зрения презентативной стороны. Посмотрите на формат JSON. То есть формат JSON намного легковеснее, чем XML. Здесь нет парных тегов. Здесь есть просто-напросто фигурные скобки и название атрибута, и ничего более. Что такое JSON? JSON — это сокращение от JavaScript Object Notation. JavaScript не просто так. Если мы присмотримся к этому формату, то мы видим, что это не что иное, как литерал создания объекта. Это объектный литерал для JavaScript. То есть если мы напишем этот код внутри JavaScript программы, он приведет к тому, что JavaScript создаст один объект, у которого будут атрибуты ID, name, price, tag, stock, причем stock содержит в данном случае вложенный объект. И ничего более. То есть, естественно, этот формат появился по мере развития языка JavaScript. То есть в этом смысле он намного проще для написания и для его использования. Он компактнее. То есть часть проблем с избыточностью решается путем сжатия в XML, но не решаются проблемы удобства написания для человека. По своей нотации формат JSON достаточно прост. Ну, естественно, здесь ничего более, чем создания объекта нет. Мы можем посмотреть на сайте JSON.org, который является неформальным сайтом. Точнее, это официальный сайт, который развивает данную нотацию, но он сейчас не подчиняется какой-либо крупной организации. Начинается декларация JSON, естественно, с объекта. Объект фигурной скобки. Внутри у нас должны быть пары имя атрибута или ключ и значения. Разделяются они двоеточим и отделяются между собой запятой. В качестве значения у нас может быть массив, строка, число, прочий объект, true, false, now. Если у нас array, значит, значения разделенные запятой, причем массив это объект, у которого есть в отделении квадратные скобки. Ну, и строка. Здесь есть определенные ограничения на то, что может находиться, за исключением escape последовательности. Если мы хотим их использовать, значит, мы должны экранировать слэш двойным слэшем. число тоже здесь нет ничего хитрого, достаточно традиционный формат. В чем главный недостаток формата JSON? Нет возможности автоматической проверки данных. Есть JSON-скима, но пометка draft здесь стоит не просто так. Это черновой вариант, который уже существует как черновой вариант много-много лет, и до сих пор он не принят никакой крупной организации. То есть он является рекомендацией, но нет никаких типовых методов, нет типовых парсеров, нет предписания, обязательного предписания использовать парсером эту схему. То есть, строго говоря, формат JSON является форматом, который не будет автоматически проверяться. Если вы пишете веб-приложение, вы обязаны сами проверять допустимость тех данных, которые к вам пришли. Либо на себя возьмет эти функции тот фреймлок, который вы используете для написания серверной части этого приложения. Ну и, естественно, симметричность со стороны пользователя. Формат JSON был когда-то предложен. В принципе, он позволяет описывать свойства и типы. Но, опять же, обращаю внимание на то, что он до сих пор находится в состоянии чернового. И неизвестно, будет ли он когда-либо принят. Говоря о разборе JSON внутри JavaScript, надо отметить, что когда-то возможность использования была только через специальный метод Eval. То есть Eval функция, которая заложена внутри JavaScript, которая разбирает любую строку как код. И, начиная с стандарта ECMO 262, в составе JavaScript были включены, во-первых, объекты JSON, в которые есть методы stringify и parse. То есть, преобразовать некий объект в строку и разобрать строку, создав объект JavaScript. Если же мы хотим написать код, который должен работать во всех браузерах, включая старые браузеры, не поддерживающие ECMO 262, то мы должны написать что-то типа вот такого. То есть, проверяем, если у нас есть объект JSON parse, если есть объект, во-первых, сам JSON и метод parse, то в этом случае JSON parse, он же и сохранится, а если его нет, то в форме функционального литерала мы здесь пишем код, который просто-напросто будет разбирать JSON как строку. Видим, идет проверка входных данных на строку, что они являются у нас в данном случае имеют тип строка. Значит, дальше мы добавляем соответствующую переменную. Переменная нам нужна для того, чтобы ее вернуть и подставляем в эту переменную значение, которое у нас задержится в строке. После чего через level мы разбираем эту строку, создаем объект, p получает значение этого объекта и мы возвращаем этот объект как значение. Поэтому, как видим, отсутствие метода parse внутри библиотеки в данном случае не является препятствием к тому, чтобы мы могли реализовать собственный разбор JavaScript. Для того, чтобы отправить асинхронный запрос из программного JavaScript нам нужно иметь какие-то средства, которые позволяют это сделать. Таким средством является объект xml-http-request. Почему он xml? Потому что Ajax. Потому что исторически так сложилось, что технология Ajax базировалась на обмен на формате xml, поэтому xml здесь присутствует в явном виде. Хотя, при этом, строго говоря, xml-http-request не привязан конкретно к xml-данным. Он может отправлять любые данные и он может принимать любые данные. Почему HTTP? Ну, потому что мы работаем с протоколом HTTP. Если мы говорим о веб-приложениях, то базовые протоколы HTTP, а request, естественно, запрос. Поэтому здесь все просто. После того, как мы создали объект xml-http-request, мы можем с ним работать. Компания Microsoft выделилась и в этом случае. Если мы говорим о старых интернет-эксплорерах, мы должны использовать не то, что здесь указано как xml-http-request, а специальный ActiveX Object, то есть объект, который, ну, данная запись, то есть создать ActiveX Object, этот объект существует только в рамках операционной системы Windows и нигде более. Естественно, этот код может работать только в старых интернет-эксплорерах. Возможно, в новых сохранилось, но здесь надо уточнить. То есть, опять же, делаю здесь поправку на то, что, как правило, этот код сами руками не пишут. Я здесь его привожу скорее для справки. Большинство современных библиотек для написания клиентских частей веб-приложения уже содержат эти встроенные средства и сами разбираются, какой браузер мы используем. Как выглядит асинхронный запрос полностью? Мы создаем XML HTTP request, то есть объект, который нам позволяет взаимодействовать, после чего мы должны ему сказать, какой тип запроса нам надо отправить. Например, мы укажем запрос типа get. URL в данном случае это адрес, по которому ему надо обращаться. И мы должны указать асинхронный или асинхронный метод взаимодействия. Обратите внимание на следующую строку. Это регистрация обработчика on ready state change. Используем функциональный литерал. То есть несмотря на то, что здесь написан некий код, который обрабатывает результат, который в данном случае мы видим, что это обработчик на изменение состояния. Этот код будет выполнен только тогда, когда данные будут отправлены к серверу, а, соответственно, сервер начнет каким-то образом реагировать. Как он может реагировать? Он может прервать соединение, он может выдать ошибку, он может начать выдавать соответствующий ответ. Ну и после того, как он выдал все порции этого ответа, мы можем получить, что статус у нас имеет код 4, в данном случае переменные у нас объявлены здесь же, и статус окей, то есть код 200 в соответствии с протоколом HTTP. И только после этого мы можем говорить о том, что данные к нам пришли. Респонс текст содержит текст, который получен со стороны сервера. Абсолютно все равно, что там находится. То есть там может находиться XML, там может находиться JSON, там может находиться просто текст. семантика этих данных зависит от разработчиков. То есть как вы хотите, так вы сдаете формат этих данных, вы можете использовать что угодно, лишь бы правильно отправляли и правильно обрабатывали с приемной стороны. Ну предположим, мы отправляем данные в формате JSON. То есть тогда мы просто-напросто сразу же пишем JSON parse, разбираем эти данные и после этого мы можем делать с этим объектом что угодно. Мы можем записать пример в какую-то таблицу, мы можем разобрать его частями, мы можем на основе него сформировать новые асинхронные запросы, то есть все зависит от вас. Последней строчкой здесь стоит HTTP request send. То есть только в этот момент будет произведена отправка запроса на сервер. Обратите внимание, мы создали HTTP request, мы сказали ему какой должен быть запрос, то есть запрос типа get к адресу, который здесь указан. Мы указали обработчик, но реальная отправка данных у нас произошла только после того, как мы вызвали send. Если мы говорим об асинхронной обработке, это означает, что после того, как мы вызвали метод send, мы можем делать что угодно со стороны нашего приложения. То есть управление нам возвращается, мы можем последовательно обрабатывать, выполнять любую анимацию, мы можем реагировать на реакцию мыши, мы можем нажимать другие кнопки, мы можем делать абсолютно что угодно, когда-то в будущем к нам придут данные со стороны сервера и будет происходить вызов on ready state change. Но когда это будет происходить, мы не знаем. Мы здесь не ждем, но мы в то же время не можем предсказать этот момент прихода данных. В общем-то в этом вся асинхронность. То есть мы не прерываем выполнение программы, можем делать что угодно, но как плата за это мы не знаем, когда придут данные. После того, как мы рассмотрели, как встраивать Ajax и как встраивать асинхронные средства со стороны браузера, естественно, мы переходим к тому, чтобы рассмотреть, как мы это можем сделать со стороны Ruby on Rails. Поскольку наш курс базируется на языке Ruby on Rails, то, естественно, мы рассматриваем Ruby on Rails как основную технологию. Ruby on Rails обеспечивает встроенное преобразование формата JSON, YAML и, в общем-то, XML имеет средства типа Active Support, Active Record, которые нам сильно облегчают жизнь в обработке этих данных. С точки зрения сериализации формата JSON, то есть сериализации преобразования объектов из какого-либо языка в нужный нам формат, то есть в строку. Ну и в данном случае в строку JSON. Если мы говорим о Ruby, то для Ruby есть метод toJSON, который обеспечивает встроенное преобразование. Любой массив, любой ассоциативный массив имеет метод toJSON и позволяет преобразовать этот объект на Ruby в объект JSON. Обратное преобразование это JSON parse. в общем-то можно попытаться проиллюстрировать это. Допустим, мы воспользуемся интерактивным Ruby и создадим какой-то объект, у которого есть ключи. Ключи типа символа A и B 1, 2, 3. Проверим, что мы можем создать этот ассоциативный массив toJSON. Так, в чем у нас проблема? require require надо было подключить библиотечку, которая называется require JSON. После этого у нас добавился метод, который называется toJSON. И вы видите, что после того, как я применил для ассоциативного массива toJSON, я на выходе получил ничто иное, как строку. То есть и в этом случае в чем различие? Ну, если вы присмотритесь, то синтактически вы видите различие. Мы использовали для Ruby нотацию ключ символ значения. В данном случае JSON обернул этот ключ в кавычки. Ну, и значение в первом случае у нас было число, во втором случае строка. Здесь изменение разве что синтаксическое, чтобы поменялись апострофы на двойные кавычки. Хотя, если вы посмотрите на то, как отображается полный формат ассоциативного массива для Ruby, то, в общем-то, изменений не так много. Строго говоря, формат ассоциативного массива Ruby с использованием ключей и как символа он очень похож на JSON. В чем проблема такого способа преобразования? Ограничено количество типов, в которых поддерживается это преобразование. То есть, есть стандартная поддержка для строки, естественно, легко преобразовать строку в JSON числа, массив, ассоциативный массив. Другие типы не поддерживаются. Но типов-то достаточно много. То есть, для того, чтобы это ограничение снять, в Ruby on Rails в составе библиотеки ActiveSupport есть методы, которые называются decode, encode. И в этом случае поддержка появляется для большого количества стандартных типов, то есть, стрин, символ, дейтайм, иметь возможность реализовать дату, время, перечислимые типы, массивы всех видов, true, false, nil, любые числа, в том числе произвольные объекты. Как выглядит ActiveModel? ActiveModel является альтернативой. Альтернативой для моделей. То есть, в соответствии с принципами MVC, Ruby on Rails поддерживает такую сущность, как модель. Модель — это те данные, которые у нас в конечном счете будут храниться в базе данных, и для них есть метод s.json. Метод s.json реализуется в рамках ActiveModel. То есть, ну, результат, который вы можете получить, выглядит как JSON, несколько упрощается работой с ним. То есть, s.json — это метод, который доступен конкретному объекту. В случае ActiveSupport это decode-encode, который есть у объекта JSON или в пространстве имя JSON в данном случае. Плюс, в данном случае мы можем управлять, нужно ли нам выводить корневой элемент, то есть, название, например, сущности. Здесь мы видим user, user как имя сущности, то есть, пользователь, который хранит информацию о пользователях. User — имя сущности пользователя. То есть, мы можем оставлять в формате JSON, либо мы можем управлять этим процессом и убирать их из сериализуемых JSON. если же мы говорим о том, что нам надо породить XML, либо JSON данные, то, естественно, возникает вопрос, как это сделать. Прежде всего, нам надо вспомнить, что формат XML, что JSON — это текстовые данные. А раз это текстовые данные, то все, что нам нужно, нам нужно взять строку. Строка, здесь строковый тип нам доступен практически в любом языке программирования. В данном случае мы говорим о Ruby. То есть, если мы говорим о генерации XML, нам нужно сделать правильно сформированный XML, у которого есть только один корневой элемент, и что угодно внутри. Если мы говорим о JSON, значит, мы должны использовать правильный формат. Правильный формат включает в себя открытие-закрытие и использование кавычек внутри. Кроме того, мы можем использовать внутренние препроцессоры. То есть, если наше серверное приложение порождает какие-либо данные, на одной из предыдущих лекций я уже показывал пример с прошивкой маршрутизатора, в составе которой было приложение, которое было написано на языке C, и там использовался шаблонизатор, который позволял подставлять в формате JSON определенные фрагменты, которые заменялись тем самым интерпретатором, написанным на языке C. То есть, строго говоря, даже такой вариант тоже допустим, но при условии, что вы напишите сами интерпретатор этих вставок. Как обрабатывать со стороны Ruby on Rails приложения запрос к формату JSON? Ну, здесь тоже все достаточно просто. Когда мы обращаемся к какому-либо ресурсу, у нас есть сегмент, который называется формат. То есть, сегмент формат выглядит он синтаксически как точка что-либо. Если у нас не указывается, идет обращение, к примеру, обратиться к странице индекс, или не указана страница по умолчанию, ну, если у нас в строке запроса не указывается ничего вообще, то есть, идет обращение localhost, localhost, например, 3000, это идет обращение к корневой странице. Сейчас у меня нет запущенного приложения, поэтому пока нажимать не буду. Если же мы обращаемся к какому ресурсу с указанием конкретного расширения, HTML, мы явно используем сегмент формата. Если же мы хотим использовать сегмент формата JSON, мы указываем JSON. Со стороны контроллера мы делаем обработку следующим образом. Индекс это действие внутри контроллера, ну, или метод контроллера, если мы говорим в терминах Ruby. Не столь важно, что написано в этом примере, но забегая вперед, могу сказать, что если мы видим записи типа вот этой, то мы можем почти наверняка сказать, что мы обращаемся к модели, которая называется user, и завлекаем все записи, которые относятся к сущностям user. Далее у нас есть вот такой блок, блок, который называется обработка сегмента формата. Что мы здесь видим синтаксически? Мы видим, что это ничто иное, как метод Ruby, то есть respond to это ничто иное, как обычный метод Ruby, у которого нет никаких аргументов. do and с точки зрения синтаксиса Ruby это блок, и внутри этого блока у нас есть переменная, локальная переменная внутри блока с именем формат, для которой мы вызываем последовательность этих методов. То есть вот что мы здесь видим синтаксически. То есть ничего здесь такого страшного нет. Мы просто-напросто последовательно декларируем, какие у нас методы есть. Обращаю внимание на то, что опять же из того, что мы пишем на Ruby, то эта часть по сути является чисто декларативной. То, что мы видим здесь в декларации, это опять же блоки. Блок это хранимый код для Ruby. То есть все, что здесь написано, это декларация того кода или тех действий, которые должны быть совершены в том случае, если формат соответствует HTML, JSON, XML, либо любым другим форматам. При этом обращаю внимание на то, что этот код не обязательно будет выполняться вот так, как здесь написано последовательно, потому что это декларативная часть. А блок это хранимый объект, который вызывается когда-то, но только тогда, когда внутри метода JSON будет активация через Yield. То есть, строго говоря, это представляется как последовательность обработчиков, которые могут быть как угодно оптимизированы внутри. То есть, несмотря на то, что с точки зрения традиционных языков программирования эта запись не является оптимальной, ну, очевидно, что если мы будем каждый раз проверять форматы по данной схеме, это медленно. Внутри оно может быть оптимизировано как угодно. Теперь возвращаемся к тому, что мы здесь обрабатываем. Мы декларируем, что для всех форматов мы позволяем обрабатывать формат HTML, то есть, либо явное обращение по формату, но в данном случае индекс HTML, либо, если указано подобным образом, Rails-приложение будет искать на диске файл, который называется индекс HTML ERB. Где оно будет его искать? Оно будет его искать в директории с представлениями, то есть, сущность юзер. Например, вот она. То есть, индекс HTML выглядит примерно вот таким образом. для формата JSON. В данном случае мы говорим взять переменную users, users, и ключ JSON является тем ключом, который внутри обрабатывается методом render и просто-напросто сериализует формат JSON те данные, тот объект, который мы поставили в качестве значения. То есть, обратите внимание, render — это метод, JSON — это ключ в формате символа, полная запись выглядела как двоеточие JSON равно больше, здесь используется сокращенная форма в ассоциативном массиве. То есть, render принимает на вход пару ключ-значений. Если ключ имеет значение, и в данном случае если ключ JSON, то его значение сериализуется в JSON. Формат XML аналогичным образом. Render ключ XML значение users, значит, внутри метода render будет предпринята попытка сериализовать объект, на который ссылается переменная users в формат XML. Для всех остальных форматов написано any сделать отображение, что мы ожидаем только JSON или XML. Кроме того, мы можем сформировать XML либо JSON при помощи шаблонов. Что мы можем использовать? Естественно, шаблонизатор ERB. Мы можем использовать специальные biller, мы можем использовать X-темплейт, и вообще-то этих форматов очень и очень много. Я не планировал открывать документацию по нему, но тем не менее, тем не менее, вы можете посмотреть полные форматы. Если мы говорим об формировании XML в ActiveModel, то есть ActiveModel это библиотека, которая нам позволяет работать с моделями, мы можем найти любые данные, мы можем обратиться к данным, которые находятся в базе данных, получить их, и после этого мы можем их сериализовать при помощи метода to.xml, там, s.json to.xml. Мы можем вытащить только те атрибуты, которые нам нужны. Допустим, запись пользователя содержит информацию о пользователе, но нас интересует только его логин и адрес электронной почты. Пароль нас не интересует, дата, когда зарегистрировался, не интересует, значит, мы можем запросить просто эти значения. И мы можем управлять тем, что мы хотим вывести. Полный формат XML документа включает в себя спецификацию XML, версии XML, какая кодировка и прочее. Мы можем это включать, мы можем не включать, мы можем получить просто кусочек данных, например, данные приложения формируют информацию о каком-то текущем событии, к примеру, результаты торгов. То есть, мы хотим последовательно отправлять порции данных XML документа, при этом мы считаем, что этот XML документ бесконечный. Нам не нужны инструкции в каждой порции данных, мы можем это все отключить. Кроме того, если вас не устраивают стандартные методы, которые реализуются в ActiveModel, вы можете просто для класса модели переопределить этот метод и воспользоваться любым удобным для вас способом генерации XML, то есть строка XML Markup Builder, в чем в данном случае мы видим, что мы генерируем ему инструкции или без инструкции, в зависимости от того, какая опция у нас стоит, и дальше мы можем добавить теги в элемент User. К сожалению, здесь не очень хорошо это показано, нет отступа слева, то есть синтаксически мы видим, что блок do-end внутри себя содержит генератор тегов. Email через значение символ, то есть константная строка двойточа email передает ему значение, а email предполагаем, что это не что иное, как имя атрибута внутри сущности User. Как правило, вот такие записи означают то, что в данном случае это getter, если говорить формально с точки зрения терминов языка, потому что, естественно, внутренние перемены содержало бы символ addcommercy. если мы говорим об xml markup builder, то в этом случае мы можем использовать такие формы, то есть мы можем, ну, например, создать какой-то ассоциативный массив, пишем здесь мы на ruby, вот она полная форма ассоциативного массива с ключами строка значения, далее, опять же, создаем инструкции xml markup, в явном виде мы можем ему сказать, какая у нас кодировка и какая версия xml, и потом определяем атрибуты, причем обратите внимание форма, в которой мы это пишем, мы используем вот этот xml объект как xml markup, но название атрибутов нигде не задано, то есть название тех элементов, которые мы используем, название элементов и атрибутов, и в данном случае элементы у нас формируются на основании того динамического метода, к которому мы обращаемся для того, чтобы сгенерировать соответствующую строку. Ну а дальше дальше уже процесс генерации соответствующих элементов и их атрибутов. Симметричная задача. Как разобрать данные, которые пришли на сервер? Для того, чтобы разобрать данные, например, в формате xml на сервере, нам нужно воспользоваться парсерами. То есть парсерами или программами, которые обеспечивают разбор. Самый популярный и самый быстрый парсер это парсер под названием накагири. Если говорить откровенно, то накагири это обертка на языке Ruby, которая внутри использует библиотеки либо xml, либо xlt, написанные на c, которые, собственно, и обеспечивают разбор xml документа. Но накагири является достаточно удобной оберткой и удобной для использования. В состав Ruby входит средство, которое называется rexml. Эта библиотека написана на Ruby, то есть она не требует установки никаких дополнительных средств, не требует компиляции. Например, если вы попытаетесь установить накагири, то по умолчанию она потребует откомпилировать эти библиотеки. Но rexml не требует компилировать что-либо еще, недостаток она медленная. То есть скорость библиотек, написанных на C, существенно выше, чем те библиотеки, которые написаны на Ruby. Есть, в принципе, большое количество других альтернативных парсеров, типа OX, UGA. Не будем сейчас обращать внимание на то, как правильно оно произносится, но надо разбираться, в каких случаях они являются оптимальными. То есть накагири являются, по сути, де-факто стандартом, все остальные разбираемся в каждом конкретном случае. Они могут быть быстрее, чем накагири, но надо смотреть, надо проверять. Ну, естественно, есть там lib.xml.ruby и прочее. Их много. Как работать с библиотекой накагири? В рамках накагири у нас есть множество модулей, которые разделяют соответствующие сегменты или соответствующие в данном случае классы или пространство имен внутри накагири. если мы хотим просто прочитать некий XML-документ, то все, что нам нужно сделать, это использовать объект XML-reader класса XML-reader. Мы можем создать примерно таким образом, но используем здесь форму многострочную. То есть то, что здесь написано, это многострочная форма задания строки, которая будет передана на вход в соответствующий метод reader и будет создан объект. После того, как мы создали XML-объект для накагири, мы можем пройтись, например, по всем элементам. Кроме того, мы можем сделать более сложный разбор. Примерно в такой же схеме мы заполняем XML-документом XML-класс, то есть мы создаем объект на основе накагири XML. Здесь мы видим, что у нас есть корневой объект, и в нем мы видим, что у нас есть описание автомобиля, есть байсикл и велосипед и есть шины. Мы можем через накагири сделать запрос XPath. XPath это язык путевых запросов. Ну и, например, хотим запросить все шины. Но в данном случае мы получим ответ пусто. Почему? Да потому, что нет здесь у нас элемента, который называется тая. У нас есть тая, который находится в пространстве мен pad. Если мы сделаем полный запрос pad тая, то в этом случае мы действительно получим запрос в ответ то, что мы хотели. Кроме того, иногда нам может понадобиться разбирать HTML. То есть для чего нам нужно разбирать HTML? Веб-приложение может разбирать не только правильный XML, но и в том числе, например, вы можете создать программу, которая разбирает страницы чужих сайтов. Здесь вопрос уже правовой, и в общем-то как правовой, так и, скажем так, смесь между нравственным и правовым вопросом. Иногда нам надо собирать информацию с других сайтов. Ну, естественно, мы тогда разбираемся, имеем ли мы право собирать эту информацию с другого сайта, потому что, в принципе, это может быть запрещено, это может быть платная информация, это может быть запрещено для какого-либо еще использования. Например, новостной сайт, который позволяет читать по обычным пользователям новости, но запрещает скачивать их и агрегировать на каком-либо другом сайте. Тем не менее, тем не менее, если сайт позволяет собирать с него информацию, почему бы с него не собрать эту информацию? И для сбора мы можем использовать в том числе прямой формат HTML. Естественно, лучше, когда у нас данные жестко структурированы, например, уже в формате JSON или XML, но с другой стороны, если нет у нас строгого формата, мы можем взять и не строгий. Чем плохо HTML? Дело все в том, что HTML это формат, в котором чаще всего пишут руками и очень много ошибок верстки. Несмотря на то, что сейчас верстку делают чаще всего в полуавтоматическом режиме, все равно HTML страницы, как правило, грязные. То есть они содержат большое количество ошибок. Если мы разбираем чужую страницу, мы должны убедиться, что там нет ошибок. Часть из них мы можем сделать просто простыми заменами после того, как у нас парсер выдал ошибки. Как правило, парсер HTML менее строгий, чем парсер XML. Если же мы разобрали XML, да, кстати, из строгостей, которые у нас есть, напоминаю, что в случае HTML, если мы говорим об HTML до четвертой включительной версии, у нас могли быть непарные теги, у нас могли быть в разных регистрах теги, открывающие, закрывающие, и как следствие все это приводит к неработоспособности XML парсеров. Поэтому здесь есть спецрежим. После того, как мы разобрали HTML страницу, мы можем в принципе с ней делать что угодно. Искать по, например, селекторам CSS, мы можем искать элементы, мы можем также пользоваться путевыми запросами XML. пример разбора по Reddit. Так, ну и, пожалуй, пару слов надо сказать относительно того, как это выглядит в случае разбора. Допустим, у нас есть небольшой скриптик на Nakagiri. Сделаем чуть покрупнее. скрипт, который я уже показал, но теперь покажу, как он работает. То есть, я запустил и сделали распечатку всего, что здесь есть. Мы можем взять, например, этот скрипт и подправить, допустим, сделать отладочную печать нод в целом. Я не уверен, что он сейчас сдаст распечатку, но он нам дал распечатку. То есть, я сделал распечатку тех объектов, которые мы получаем на каждом проходе. Это распечатка элемента. И вот мы видим, что это не что иное, как Nakagiri.xml reader. Вот на каждом шаге он нам выдал один и тот же элемент. Проверяем еще раз. нод. Ну, что делать? Значит, такое у него значение. Так. Как встраивать обработку Ajax в наше приложение? Ну, есть множество способов. Надо сказать, что Rails вообще-то достаточно дружествен к Ajax. В состав Rails входит соответствующее средство, которое позволяет транслировать записи, написанные на CoffeeScript. CoffeeScript это язык, который позволяет такой уже полудекларативной форме писать выражение. Зачем он был нужен? Он был сделан задолго до версии JavaScript 6. то есть он позволяет писать гораздо короче, чем это можно описать на JavaScript, и он однозначно транслируется в JavaScript. Браузеры не могут выполнять CoffeeScript, но в данном случае трансляцию из CoffeeScript в JavaScript выполняет само Ruby on Rails приложение. Причем выполняет она это, если мы говорим о production environment, то есть о работе в режиме реальной нагрузки эта трансляция происходит один раз при запуске приложения. Мы что здесь видим? Мы видим регистрацию события дан, то есть на Ajax, на Ajax запрос к адресу, который здесь указан, регистрацию события, которое говорит о том, что нам надо вызвать вот этот код после того, как данные сервера будут возвращены. HTML в данном случае это аргумент, который мы используем здесь как значение, которое добавляем в качестве текста внутрь элемента, имеющий идентификатор и результат. То есть в общем-то все. То есть мы запускаем вот такой код, регистрируется обработчик на завершение обращения к данным, и когда эти данные будут получены, они будут добавлены в соответствующий элемент. Если мы говорим о встраивании Ajax или асинхронного взаимодействия внутрь существующих форм. Когда мы пишем на Rails, мы используем генераторы. Мы используем генераторы форм типа form4 или form tag, и Rails позволяет использовать механизм, который называется remote, то есть удаленный или асинхронный режим. Для того, чтобы перевести форму из синхронного в асинхронный режим, все, что нам требуется, нам требуется указать remote true, и тут же подключается соответствующий код, который в асинхронном режиме подключается соответствующий код, который будет вызывать обработчики на JavaScript в асинхронном режиме. Если у нас создается подобная форма, нам нужен обработчик. Как нам привязать обработчик? Обработчик выглядит примерно вот таким образом. То есть регистрация document ready в данном случае говорит о следующем. Явно используется jQuery. Опять этот код написан на CoffeeScript. Почему ready? Да потому что нам нужно зарегистрировать вот эти события для некого элемента, который называется new article. В данном случае мы видим некоторые несоответствия в этом примере, потому что он будет называться new post. Здесь мы используем new article. не воспринимайте этот пример как полностью соответствующий пример. Здесь у нас расхождение. Если мы хотим зарегистрировать обработчик, мы видим, что с точки зрения HTML у нас на такой код на Ruby формируется вот такая строка. У нас есть идентификатор соответствующий той существенности, которую мы указали. Если она здесь называлась post, то идентификатор будет называться new post, а data remote атрибут, который выставляется следствием remote true. Но тем не менее обработчика здесь нет. Обработчик навешивается вот таким образом. То есть мы указываем, что для элемента с идентификатором должны были бы здесь написать new post. На ajax success сделать следующее присваивание. Что здесь написано? Дело все в том, что в современных Rails, начиная с пятой версии, мы получаем один аргумент, который называется event или событие. Событие о том, что что-то произошло. Внутри этого события есть метод, который называется details, не метод, а в данном случае getter или свойство. Details это массив с тремя значениями. Data Status xhr. То есть что это такое? Различие с предыдущими версиями Rails заключается в том, что раньше эти аргументы подставлялись в качестве аргументов непосредственно. Сейчас они свернуты в event или событие. Не очень большое изменение. Проблема только одна, что нам надо сначала распаковать свойства под названием details, после этого мы можем получить response текст. Response текст это отклик, который сервер выдал, после того, как было вызвано действие с отправкой методом post к post. То есть была нажата какая-то кнопка и соответственно было передано управление сюда в форму. Если произошла ошибка, мы в данном случае регистрируем рабочий как Ajax Error, мы просто выводим в то место, которое предназначено для вывода сообщения, опять обращаю внимание, что здесь вообще-то не new article должно быть, а new post, выводится сообщение об ошибке. Если мы говорим о Rails, в Rails используется схема ненавязчивого JavaScript или unabstrative JavaScript. Что это такое? Рассмотрим следующий пример. У нас есть разметка. Допустим, у нас есть элементы разметки encore, и мы хотим сделать так, чтобы когда мы нажимаем на этот элемент, у нас менялся цвет фона. причем менялся раз и навсегда. Как мы можем это сделать? Мы можем воспользоваться соответствующим атрибутом, который называется onclick. Естественно, это традиционный и очень-очень старый метод, заложенный в спецификации HTML. В принципе, этот метод работать будет. То есть, в данном случае мы видим, что внутри onclick мы пишем уже код на JavaScript. Мы обращаемся к свойству style, который есть у текущего объекта, для которого мы выполняем это действие background, то есть, цвет фона, мы выставляем, поскольку у нас кодировка RGB, то есть, в данном случае мы для красного выставляем значение 9,9, 16-ти речные, для всего остального нули. То есть, он будет красный. Ну, для второго мы выставляем background color мы выставляем зеленый, а цвет самого текста белый. проблема в чем? Проблема заключается в том, что мы код на JavaScript сейчас вшили в код разметки. В принципе, как мы можем улучшить? Мы можем разделить собственно программу, меняющую эту разметку, отделить ее от кода. То есть, написать onclick вызов некоего метода paint, опять он написан в данном случае у нас на CoffeeScript, и передаем аргументы. Лучше это, ну, с одной стороны, лучше. То есть, мы уже не пишем огромный код внутри разметки. Мы вынесли все в метод paint. С другой стороны, у нас есть все равно проблема сохранения, проблема перемешивания кода с кодом разметки. В чем заключается идея ненавязчивости JavaScript? Она заключается в том, что у нас разметка должна быть сама по себе. То есть, разметка не содержит никакого кода, а код живет сам по себе. Как это сделать? А сделать это очень просто. Мы пишем разметку, которая не содержит никакого кода, а для того, чтобы как-то взаимодействовать с этой разметкой, нам нужны атрибуты. То есть, мы добавляем специальные атрибуты, которые мы понимаем, и которые мы можем работать в нашем коде, и уже их используем в качестве носителей тех атрибутов, которые нам нужны. Соответственно, если мы пишем такой код на JavaScript, то мы можем написать это следующим образом. Мы можем написать метод, который нам нужен, и мы можем написать обработчики, которые, по сути, навешивают соответствующие обработчики клик на те элементы, которые имеют соответствующие атрибуты. То есть, видим Data Background Color, либо Data Text Color. Здесь мы видим только пример на Data Background Color. Итого, если мы говорим о встроенных наших хелперах, встроенных средствах, которые генерируют соответствующие методы, то мы получаем, что нам нужно написать Remote True, нам нужно соответственно использовать правильные элементы, правильные идентификаторы. Опять, здесь в этом примере, который приводится, есть некоторые несоответствия. То есть, идентификатор, который генерируется в FOM, у нас будет называться здесь, поскольку сущность называлась Post, то идентификатор здесь был New Post. Ну и как следствие, здесь идентификатор, на который мы это навешиваем, они должны были бы называться New Post. Из особенностей регистрации в Rails. До Rails версии 5.1 у нас регистрация обработчиков включала в себя четыре аргумента. То есть, само событие и три аргумента, которые непосредственно передавались данные, статус и сголовки. То есть, мы могли взять сразу последний из них, например, и использовать так, как нам это нужно. Регистрация обработчика здесь выглядит следующим образом. Мы, опять же, на документ, на событие PageLot. Почему PageLot? Это загрузка TurboLinks. Мы указываем, что у нас есть обработчик такого вида для метода, который называется, для элемента с идентификатором New Post. Почему он New Post? Потому что вот он. Post New Post. Регистрируем обработчик AjaxAccess и имя соответствует вот этому обработчику. В Rails, начиная с 5.1, произошло изменение. Изменение первое. У нас обработчик теперь имеет только один аргумент. То есть, все вот это свернуто внутрь свойства под названием EventDetail. Ну, Event, потому что Event у нас здесь имя локальной переменной. И произошло еще одно изменение. Дело в том, что jQuery по умолчанию из Rails 5.1 исключен. То есть, ранее была библиотека, которая называлась jQuery U.js. Сейчас она исключена, и, соответственно, мы можем использовать либо чистый JavaScript, либо мы должны явно подключить эту или какую-либо другую библиотеку. Но разработчики просто посчитали, что поскольку сейчас все меньше и меньше людей используют непосредственно jQuery, то дать возможность подключать другие фреймворки, например, Vue.js или Angular или React или что угодно, чтобы не было конфликтов по умолчанию с jQuery. В общем-то, это единственное изменение, которое касается регистрации. Но, если говорим о чистом JavaScript, регистрация выглядит следующим образом. Мы используем схему DOM-3, DOM-2 и DOM-3, то есть добавляем соответствующий EventListener, то есть регистратор событий в цепочку на DOM-ContentLod, то есть у нас загружена вся страница, а второй селектор это Ajax-Access, в общем-то он остался без изменений. И регистрация на какой элемент мы делаем при помощи DocumentQuerySelector. Получаем нужный нам элемент, после чего добавляем к нему обработчику, в цепочку его обработки. Кроме того, куда мы можем добавлять асинхронность? Ну, с точки зрения Rails мы можем добавить при помощи Remote True асинхронность абсолютно на любой элемент, который имеет ссылки. Например, LinkTo. LinkTo — это элемент Ancore. То есть традиционный режим работы заключается в том, что пользователю отображается ссылка, на которую он может нажать. Как только он нажал на эту ссылку, браузер в синхронном же режиме закрывает текущую страницу и переходит на новую страницу. Мы не хотим использовать синхронный режим в большинстве современных приложений. Для того, чтобы это сделать в Rails, вам достаточно сгенерировать ссылку и указать Remote True. После чего вы можете, опять же, традиционным образом сделать индивидуальный обработчик для JavaScript для этой страницы, для данного элемента, для элемента с данным идентификатором. Можно то же самое сделать для кнопки. То есть в рамках формы, в рамках ссылки, в рамках кнопки. То есть разница, ну, мы получим конкретную кнопку и на нее уже повесим конкретный обработчик. И теперь как формировать и как подключать в Rails непосредственно. Есть два способа. Вариант первый. Это использовать режим, который, в общем-то, предусмотрен на абстразе JavaScript. То есть ненавязчивый JavaScript, когда у нас есть четкое разделение и у нас есть встроенный обработчик для JavaScript. Естественно, нам нужно создать приложение. Приложение для Rails мы создаем традиционной командой Rails с new имя приложения. Мы должны создать некий контроллер. То есть G в данном случае это generate. Контроллер, который называется user, имеющий два действия. Действие index и действие create. Нам понадобится создать модель. То есть мы хотим сделать одну сущность, которая хоть что-то хранит. Ну, пользуемся генератором, который называется model. Сущность называется user, точно так же, как и контроллер. и у этой сущности есть одно единственное поле name. После того, как мы сгенерируем такое приложение, у нас появится возможность дополнить код. Значит, код выглядит примерно следующим образом. У нас есть обработчик index, но, допустим, мы хотим сделать так, чтобы на index у нас возвращалась текущая страница. Текущая страница мы в данном случае используем создание текущего пользователя. То есть переменная users получает список всех загруженных ранее пользователей, а user это переменная, которую мы заполняем пустым пользователем для того, чтобы дальше на основе нее сгенерировать форму. Форму мы будем генерировать представление. И делаем create как обработчик этого действия. Причем на что здесь следует обратить внимание? На строку, выведенную красным шрифтом. Запрашиваем формат JS. То есть казалось бы, формат и JS, какое он имеет к этому отношение? Но с точки зрения Rails и вот этой формы ненавязчивого JavaScript предусматривают, что мы можем в явном виде обратиться к некому ресурсу JavaScript, то есть запросить сервера код, который является результатом выполнения. для всех остальных случаев либо возвращаем HTML страницу, либо JSON. Ну и если мы не смогли по какой-то причине записать данные, например, у нас не прошла проверка данных, то в этом случае мы просто выдаем индексную страницу и говорим о том, что у нас что-то не прошло. На что следует обратить внимание? На вот этот метод. Дело все в том, что данные, которые мы получаем от формы, мы должны каким-то образом проверить. По умолчанию Rails приложение не доверяет ничему. То есть мы не имеем права доверять пользователю в отношении того, что он к нам выслал. По умолчанию пользователь это хакер, он пытается взломать наше приложение, не верим ничему. И именно поэтому в Rails сделано принудительное разрешение для того, чтобы иметь возможность создать некую модель, мы должны в явном виде разрешить те атрибуты, которые мы принимаем. Все то, что мы не разрешили, будет просто отклонено. Представление. Для пользователя выглядит оно следующим образом. Распечатка всех пользователей это проход по массиву users. Мы видим, что у нас есть users, то есть это список всех пользователей, получили мы его вот здесь. После того, как мы получили этих пользователей, мы можем распечатать. Ну и делаем распечатку в данном случае при помощи метода render для каждого конкретного пользователя в отдельности. Форма для синхронного взаимодействия задана следующим образом. На что здесь следует обратить внимание? Сущность user, то есть мы идентификатор не пишем в явной форме, а он здесь у нас подставлен неявно. Мы указываем, к какому адресу подключиться, к действию под названием crate, и мы говорим, что форма у нас является асинхронной. Причем еще одним видом представления обратите внимание, здесь у нас указаны имена файлов представлений. У нас есть представление, которое называется crate js erb. Вот она. То есть обработчик здесь написан, что у нас должен быть формат js, но не сказано, что делать. То есть найти стандартное представление. И это представление выглядит как код на джаваскрипте. Причем единственная вставка здесь на ruby, вот она. То есть если мы присмотримся сюда, раз это шаблонизатор erb, значит здесь есть вставка на ruby. Эта вставка на ruby подставляет нам информацию о пользователе. Причем escape javascript в данном случае говорит о том, что подставить его как есть с избеганием соответствующих символов, которые могут быть вредны для javascript, потому что мы подставляем это внутрь кавычек. Ну и раз у нас есть вопросительный знак, если есть знак доллар, то мы можем заключить о том, что у нас здесь jQuery. То есть находим элемент с данным идентификатором и добавляем в него информацию о пользователях. А сама формочка user.erb, в данном случае шабонизатор user, активируем через вот эту форму, это list.item.username. Все. Вот такое простое приложение. Из конфигурации нам понадобятся естественные маршруты, обращение к этим маршрутам, нам понадобится указание, что пост соответствует users. Для того, чтобы у нас работали механизмы автоматического переназначения вот здесь. DB migrate нам понадобится для того, чтобы применить миграции, потому что мы запросили создать нам пользователей для хранения. То есть более того, мы можем сейчас создать чистую базу. И сервер это уже запуск самого приложения. У меня приложение уже было заранее подготовлено. приложение на отклик в формате JavaScript. Приложение запускаем. Приложение стартовало. Открываем приложение. База уже чем-то заполнена, но это не столь важно для данного случая. Нам понадобится отладчик. Открываем отладчик. Открываем закладку Network для того, чтобы видеть, что происходит. Делаем первый запрос. Я пересчитал только что всю страницу. Запрос корневой страницы, запрос типа Get. Ответом мы получили всю страницу, что в общем-то логично. Причем, если мы откроем эту страницу как код, мы видим включение большого количества дополнительных JavaScript модулей. Ну и видим нашу форму с идентификатором New User, Status Remote, и никаких обработчиков в явном виде мы здесь не видим. Не видим, потому что они скрыты. Где мы можем посмотреть обработчики? Обработчики у нас находятся вот здесь в разделе Assets. Если мы посмотрим обработчик Key User, он пустой. То есть по большому счету мы обработчики сами не писали, эти обработчики все написаны по умолчанию. Теперь выполним какое-нибудь действие. Например, добавим пользователя User 3 и говорим Create User. Что мы видим здесь? Мы видим обращение Post запрос к определенному адресу, а откликом его является фрагмент на JavaScript. Только что я обращал ваше внимание на то, что у нас есть соответствующее представление, вот оно, которое возвращает результат как шаблон, шаблон IRB в смысле, который будет заменен соответствующим кодом. И мы видим, что вот эта вставка была заменена подстановкой List Item User 3. То есть что это такое? Это ничто иное, как результат подстановки вот этой формы. Причем вставлено оно вот здесь внутрь строки JavaScript. То есть что получается? Что мы вот таким образом активируем асинхронный запрос, результатом которого является выполнение кода на стороне сервера, и мы получаем в итоге фрагмент JavaScript. JavaScript, который тут же и выполняется. Именно этот JavaScript позволяет дополнить его здесь. Вот он весь код. В чем так пример правильно я показываю? Я переключился немного не на тот пример. javascript. Если же мы говорим о том, что мы хотим использовать JavaScript как таковой, а не вставки на javascript, точнее, если мы хотим использовать JSON как форматный обмен, как тот формат, который мы используем для обмена, но не использовать JavaScript в данном случае, то мы должны немного изменить наше приложение. Второй пример. Что нам нужно сделать? Нам понадобится написать свой обработчик. Свой обработчик выглядит примерно следующим образом. Обработчики могут быть на Coffee скрипт, могут быть на JavaScript. Если мы посмотрим директорию для JavaScript, вот App содержит все файлы, которые относятся к приложению, и Assets, то есть полезности, содержит JavaScript для соответствующих моделей, для соответствующих представлений. Схема, соответствую имен, абсолютно та же самая. Если у нас здесь Assets называется User, это значит, что у нас есть контроллер User, и у нас есть представление, которое находится в директории User. То есть выглядит этот обработчик вот таким образом, он написан на чистом JavaScript без использования jQuery либо чего-либо еще, и код здесь совершенно примитивен. То есть после того, как документ будет загружен, зарегистрировать обработчик для формы, которая называется, которая имеет идентификатор New User, строго говоря, неважно форма это или какой-либо другой элемент, и регистрируем этот обработчик. Если же мы получили данные, то есть Ajax Access мы получили эти данные, то мы ищем элемент, который называется Users, имеет идентификатор, в смысле Users, это orderedList или unorderedList, создаем новый элемент ListItem и вставляем в него код, который пришел на JavaScript. Но изменения в контроллере минимальные, то есть теперь у нас отсутствует JavaScript, он нам не нужен, нам нужен только JSON, и изменение в форме выглядит следующим образом. Нам нужно теперь указать в явном виде, что формат, который мы запрашиваем, называется JSON. Ремонт остается. То есть обратите внимание, в явном виде мы не пишем .json, мы просто указываем, что HTML, data type, JSON. Касаемо предыдущего примера. Пока я не остановил, я должен еще показать один момент. Когда мы отправляем подзапрос, если мы посмотрим заголовки, обращение идет к методу crate. Обратите внимание на то, что здесь нет указания .js. Несмотря на то, что в итоге мы получаем ответ из представления JS, его здесь нет. Почему его здесь нет? Да потому что в строках, то есть в заголовках, которые были отправлены, есть указание на то, что нам нужен ECMAScript в качестве ответа. То есть именно поэтому веб-приложение распознало, что среди тех форматов, которые есть, только один из них JS соответствует требуемым перечисленным здесь в заголовках запроса форматом, и поэтому он возвращает именно JS. Хотя несмотря на то, что в общем-то часть этих заголовков, то в этом бы случае веб-приложение ответило бы стандартным ответом на HTML. Так, теперь устанавливаем это приложение и переходим к приложению с библиотекой UGS, то есть без использования jQuery. опять обращаемся к нашему приложению User PostZapros. Что мы видим? Опять обращение к тому же самому, проверяем заголовки. Нет у нас теперь указания, что нам нужно вернуть JavaScript, и что у нас пришло в качестве ответа? Ответом у нас пришел JavaScript. JavaScript, не JavaScript теперь, а JSON. Ответ чистый JSON, причем вот он в разобранном виде, вот он в грязном виде. И более того, мы можем в этом обработчике поставить точку останова и посмотреть, а что собственно происходит. То есть когда мы отправляем асинхронный запрос на сервер, через некоторое время этот запрос вернулся к нам. То есть мы можем посмотреть теперь значение, что же такое event, со всем, что в нем есть. Мы можем теперь, например, пройтись по шагам. Мы можем посмотреть, что у нас собственно вот здесь, а что у нас data name. Причем объект у нас уже десериализован автоматически. Ну и мы можем выполнить прочие действия, которые позволяют нам. Видим, появилась вторая строчка, только что появилась после того, как мы добавили в лист. Так, дебаггер надо было вообще-то отпустить. Отпустили. Да, и теперь мы можем посмотреть, а что же у нас здесь за лист. Unordered list ID users. Вот такое приложение. Эту часть я уже успел рассказать. Что такое технология TurboLinks? TurboLinks это весьма полезное расширение для Rails. То есть идея предполагает следующее. Идея предполагает, что если у нас есть какие-то ссылки, все ссылки на страницы сделать асинхронными. То есть синхронный режим это плохо. Асинхронный режим это мерцание, это непредсказуемость поведения, это ожидание пользователя неизвестно чего. В случае же асинхронном пользователь не видит ничего. Значит, если у браузера есть поддержка технологии, которая называется PushState, это значит, что мы можем использовать режим TurboLinks. В этом случае если у нас, а по умолчанию у нас вообще-то в Rails приложении прописан гем-файл TurboLinks, можем даже просмотреть и проверить. Turbo Links. Вот он. Если он присутствует в гем-файл, то в этом случае автоматически все ссылки, которые найдены на странице, подменяются на асинхронные, за исключением тех ссылок, в которых мы явно напишем атрибут DataNote TurboLinks. Это позволяет сделать незаметную загрузку, то есть браузер в этом случае переключается в другой режим, он выполнит перерисовку страницы только тогда, когда все данные для этого будут готовы. И пользователь увидит это практически мгновенно. То есть какой-то перемеги не будет, потому что страница может радикально быть перерисована, но эти изменения достаточно быстро происходят и зависят уже от скорости работы графической подсистемы и процессора. Тем не менее, есть одно небольшое изменение. Значит, если у нас страница загружается без TurboLinks, то событие, которое мы регистрируем, оно называется Ready, то есть документ Ready, в случае jQuery, когда у нас документ первый раз загружается полностью. Но с TurboLinks есть проблема, что документ загружается у нас вообще-то каждый раз, точнее, неправильно говорю, то есть он в отличие от синхронного режима уже не каждый раз, а просто-напросто один раз загрузившись, подменяется только некоторая его часть. Но это особенность работы TurboLinks. В этом случае событие у нас меняется, оно меняется на PageChange. По сути, это единственное отличие, которое мы должны использовать. Если вы используете Ready, а не PageChange, то просто некоторые части, некоторые обработчики могут работать некорректно. Но все зависит от той логики, которую вы используете. Что читать по литературе? Естественно, это документация по Rails, ну и естественно на обменные форматы JSON, jQuery, JavaScript, Ajax. Рекомендую смотреть учебники на W3Schools, ну и в общем-то любые учебники, которые вы можете найти. На этом наша лекция заканчивается. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok